друзья привет меня зовут женя рада видеть вас на канале фарнакс и сегодняшний выпуск мы пишем из новосибирска вы команда сибирской одиссеи это команда людей собак с большой большой мечтой о северном сиянии и мы вместе с якутскими лайками сейчас познакомим вас с нашей площадкой расскажем что такое ездовые лайки и как с нами здесь живет печь камин без зубий поехали это сегодня у нас 23 якутские лайки а еще 7 лет назад мы были самыми обычными ребятами маркетолог и коуч которые когда-то завели всего одну собаку но сегодня мы почти живем в лесу вместе с этими классными ребятами находимся в эко-парке чкаловские дачи и каждые выходные к нам приезжают гости чтобы погладить этих великолепных собак ну а мы все это время готовимся к своей собственной большой мечте экспедиции за северным сиянием мы хотим пройти по всей би от слияния би и катуни до поселка хэ прямо туда ковской губе это 3650 километров и в какой-то момент мы поняли что гостей которые готовы и хотят приехать в лес погладить собак зарядиться атмосферой попить теплого чая достаточно много и нам нужно обеспечить теплое место где они могли бы погреться так в нашем лесу появилась юрта а в ней чуть позже и печь камин в везуви с которыми вас познакомит герман но вот и наш герман человек который все это затеял и собак и экспедицию и место где можно приезжать к нам гости обниматься он собственно и расскажет про то как устроена юрта как тут сколько всего нужно отапливать и насколько печь справляется передаю тебе слово площадь круга диаметром 8 метров получается где-то 52 квадрата плюс-минус под крышей это 410 высота и получается плюс-минус 180 кубов воздуха который печь должна прогреть мы говорили что мы хотим создать некоторую такую атмосферу в лесу вот этой такого уюта естественного да там горящий огонь люди в него туда смотрят и вот как раз для атмосферы мы сначала взяли печь камин ну рассматриваю что топка большая в предыдущей печи у нас тоже мы выбрали ее такой чтобы было стекло в топку чтобы можно было видеть пламен когда к нам приехал везувий честно говоря сначала я думал что все-таки нужно еще воздухогрейная печь так называемая но потом потом везувий сказал нет воздухогрейным печам здесь и он ну прям справился чтобы было понятно насколько справляется везувий мы находимся в лесу но вот сегодня прямо минус 20 расскажи пожалуйста как утеплена юрта чтобы было понимание сколько она еще не завершена в утепление раньше если у нас предыдущем месте был там теплый пол с утеплителем то сейчас мы просто старый пол перенесли зимой как было без утепление в нем ну там бесчели конечно мы по периметру зашили где поддувает это еще даже не везде за три часа везувий протапливает вообще ну все очень хорошо и нам уже не нужно подкидывать но объемно то есть если первые три часа мы закидываем кормим его постоянно то потом угли сгорают и мы уже просто для инстаграма как бы говоря подкладываем туда вот эти крупные полежки это кстати тоже очень удобно что вот мы приспособились сначала обычно но обычными такими не очень крупными дровами продолговатыми топили а потом я смотрю что ему без разницы какого размера полена я туда положу вот это или вот это или там в два раза меньше ему даже укладывать туда прям ну прям целая полена и он его стапливают без всяких вопросов ну при наличии углей вот это нам ну прям классно у него есть еще один лайфхак ребята продумали это не все об этом знают задней стороны отверстие для того чтобы туда можно было подключить вентилятор пока мы еще этого не сделали но вот есть ожидание что когда мы его туда подключим то соответственно конвекция пойдет быстрее и ну воздух обогреется тоже быстрее и он будет ну как бы еще быстрее отапливать то есть он будет фактически как воздухогрейная печь можно варить кофе да мы уже пробовали варить кофе варит он прекрасно ну и он турка но греет при этом можно ближе дальше регулировать где нагрев выше вот поэтому мы им довольны на 150 процентов он уже наш отдельный персонаж мы его так не мы не говорим печь камин да там это визуи и люди приезжают и они уже здороваются связываем говорят о вон он какой никакое видео не передает никакие фотографии не передают герман когда вот только-только его установили отправил фотографию мы даже пошутили между собой что в визуи как-то наверное громко звучит но когда вы приезжаете смотрите видите в живую виден объем вот этот огонь гости прям уходят они садятся напротив чашечка чая и минут на 15 можно даже не беспокоиться о том что нужно что-то говорить такая объемная топка я своем с 150 дымоход он конечно дает тягу очень высокую иногда люди спрашивают чем-то поливаете дрова потому что сейчас приоткрыть самом деле заслонку то через некоторое время он просто начинает жарить но насколько я помню ты говоришь даже сырые дрова визуи съедает нет никаких проблем нет никаких проблем жара будет меньше но он их стопит весь все до конца если посмотреть снаружи когда дрова разгораются нет дыма практически совсем то есть из дымохода видно как идет горячий воздух но дыма нету за счет этого можно сжигать ну эффективность выше это сложно очень померить в бытовых условиях но вот вроде вот так вот это нас лишило проблемы сажи на юрте вот сейчас юрта без чехла потому что мы думали что дело с чехлом потому что предыдущий он просто весь в сажи и но он очень быстро загрязняется его нужно там мыть или еще что-то мы думали ну как что что сделать с чехлом поставили везувий я думаю отчасти тоже 150 хороший дымоход решили нам эту проблему вот мы вернулись в вольер главным героем этой истории якутская лайка эта порода супер социальная с одной стороны с другой стороны супер бегающие то есть вот им нужно обеспечить две большие задачи чтобы с ними всегда рядом были любящие люди и вторая и нужно очень много делишь прям много прямо бегать вот вчера они вернулись тренировки на 60 километров и это совсем совсем не предел поэтому ребята знайте 7 лет назад карман на и совать до 7 лет назад герман завел одну якутскую лайку ничего не предвещало но сегодня у нас 23 здесь у нас взрослые собаки живет вся целиком упряжка 14 собак и у них уже тут своя иерархия но потом все вместе будут жить все вместе чтобы старшего упряжка учила подрастающие поколения но и вот этот белый прекрасный пёс амарах от якутского его имя переводится как чуткое сердце можно сказать что он всю эту историю затеял начал самым первым у нас появился это все из-за него да все из-за него и мы надеемся что вместе с тем когда гости к нам приезжают каждые выходные погладиться с собаками вместе с теплой юртой с травяным чаем вот с этими пуховыми ушами и носами нам удается перенести ту передать ту главную идею которая нас объединила шепнул в ухо говорит живи по мечте амараши сказал и мы поняли что именно ее то мы хотим передавать чтобы каждый взрослый который посмотрит это видео и мы надеемся если вы в новосибирске то приедет к нам в гости задумался какая у тебя большая мечта дорогой мой человек чего ты такого большого классного хочешь можно вы чуть-чуть про это забыл а может быть к вам как когда-то к нам подошел кто-то очень опытный сказал дружище я 10 лет занимаюсь собаками у вас точно ничего не получится даже не начинайте вот пусть в вашей версии вам хватит смелости вспомнить что только те ребята которые не знали что со старта у них нет ни одного шанса вот у них все и получается поэтому дорогие друзья загадывайте свои мечты самыми смелыми самыми безумными учите этому своих детей но и живите по мечте пока пока